Зрительница прислала, я придумала налог. Налог для тех, кто не платит транспортных отчислений, потому что у человека нет автомобилей без транспортный налог. Ну а чё? Живёт себе такая сволочь, ходит пешком, автокредита на этом мерзавце не висит, на бензин не тратится, на страховку тоже одни убытки для государства, ну не гад. А вот теперь серьёзно. Керченский стрелок общался с украинскими неонацистами через тайные аккаунты в соцсетях. Такая новость появилась на официальном сайте РЕН-ТВ во вторник, 23 октября. Слушайте, кто бы сомневался? Сдаётся мне, что 90% раскрытых и переданных в суды дел в России скоро начнут штамповать именно с такой вот формулировкой. Преступник общался с украинскими националистами посредством какого-нибудь Телеграм. Начинаем. А в Госдуме меж тем готовят очередной народный законопроект, по которому планируют штрафовать всех так называемых самозанятых, если те не платят налогов. Размер штрафа, вся сумма дохода, то есть что найдут, отберут. Коллеги, просто хочу напомнить, что у нас с вами в числе лиц трудоспособного возраста по статистике 82 миллиона человек. А работающего населения, за которое платят страховые взносы, 52 миллиона. Вот 30 миллионов, они где-то. Обожаю этот аргумент по статистике. Но предлагаю сделать небольшое лирическое отступление и разобраться, что же происходит на самом деле. И так сначала эти ребята, слуги народа в смысле, искусственно создали целую армию безработных. Четыре года назад, напомню, мы ввязались в экономическую войну со всем миром. Итогом того ввязались стали санкции, отток иностранных инвестиций. Ответные санкции России, в результате чего сотни предприятий схлопнулись. В первую очередь, конечно же, совместных десятки тысяч людей оказались на улице. Но ребятишки намека не поняли и продолжили воевать с Западом. Тогда там сказали, хорошо, мало вам оттока инвестиций, давайте еще пободаемся. И начали отзывать все хоть сколько-нибудь значимые контракты с владельцами наших заводов, газет, пароходов. К чему это привело? Да вот, пожалуйста, относительно свежий пример из Волгограда, где недавно было остановлено одно из крупнейших металлургических предприятий, работающее на внешний рынок. Как зовут Красный Октябрь? Люди бастуют? Если совсем на пальцах, еще десятки российских предприятий в результате продолжения возни приказали долго жить. Число безработных из тысяч превратилось в миллионы. А что же делать-то со всеми этими безработными? Куда их девать? Подумали в высоких кабинетах, и о чудо! Нашлась одна светлая голова, которая предложила, а пусть они будут самозанятыми. В общем, ввели такой термин, победив тем самым безработицу, между прочим. Если мы посмотрим, опять же, на 1 апреля этого года, значит, количество безработных 3,7, то есть это вот официальная безработица, то остальные, по сути дела, это уже скрытая, спрятанная безработица. И эти люди, они стараются выживать так, как могут. Однако, ребята, эта страна не была бы Россией, если бы лохотронщики оттуда просто взяли и успокоились, провернув данную аферу. А нехай все эти как будто бы самозанятые еще и налог государству платят, подумали ребята, ну они же как-то живут. Кто-то вагоны разгружает, кто-то улицы метет, кто-то бомбит на стареньких жигулях с голоду, не сдохли. Значит, доход какой-то имеют, а посему 4% с этого дохода, будьте любезны, потрудитесь внести. Теперь вот еще для тех, кто на бронепоезде, не заплатишь совсем, все отберем. Гоп думать, честное слово, прям старые добрые 90-е. Вспоминается парень, дай прикурить, а дай часы полосить и куртку заодно, она мне так идет. А если серьезно, ребят, я ведь сейчас не анекдоты рассказываю. Это вас, тех, кого загнали в нищету. Тех, кого оставили без куска хлеба, собираются еще раз ограбить. Уже не обворовать, а именно ограбить. Потому что воровство, если кто не знает, это когда незаметно. А грабеж, это когда в открытую, прямо в лоб дай сюда. И сделать это собираются не Обама с Трампом, не какие-то там укрбандеровцы, а истинные патриоты, за которых вы голосуете на выборах или не голосуете. Еще больше, облегчая таким патриотам задачу занять депутатское кресло, ладно. Это реальная журналистика, как здорово, что все мы здесь. Тема сегодняшней программы, поехали. А сейчас хочу вам показать одну таблицу, замечательную. Знаете, что за таблица? А просто она наглядно показывает, каким образом формируется розничная цена одного литра бензина. Составлена по данным на начало текущего года, когда топливо стоило 35 рублей. Но, в сути дела, это не меняет. Погнали. На примере Новосибирской области. Итак, стоимость добычи нефти, транспортировка ее до МПЗ 11% или 4 с небольшим рубля. Переработка, наценка переработчика. Доставка этого литра до розничной сети еще плюс 13%. В рублях условно 4,5-4,8. Ну и наценка на СС около 5 рублей. Если в процентах, то плюс 16. Все. Вот она конкретная стоимость одного литра. Берем калькулятор, рассчитаем 13-15 рублей. Получается, вот столько стоит литр топлива. Я напомню. Все накладные расходы мы учли. А где же тогда еще-то 20 с лишним рублей? Куда они девались? А это, господа, налоги, акцизы. Ну и так далее. То есть то, что мы платим государству в качестве отчислений. Еще раз. Без государства тот литр стоит 15, а с государством 35, сегодня уже больше, как вы знаете. То есть от 60% минимум государство наше себе забирает. 92-й бензин самый популярный. На сегодняшний момент ставка акциза это 8 рублей 35 копеек на литре. То есть вот сразу закладываем. Абсолютно верно. Сразу закладываем. Дальше. НДПИ. В среднем 8,58. Ну и плюс НДС. Это, если мы берем розничную цену на литр, это порядка 7 рублей. 8, да, он сказал. Еще 8,8 и 7 с копейками. Складывайте, 22 рубля и получается. Не будем забывать, что еще ведь какие-то налоги каждое из предприятий, обозначенной мною выше цепочки, платит. То есть не 22 вылезает в конечном итоге значительно больше. Вопрос. А куда же деваются все эти отчисления? На что они тратятся? Денег, как известно, нет. Теперь уже мы знаем, что даже на пенсионеров и увеличение зарплат нет денег. Дороги вы сами знаете, как у нас ремонтируются. Про медицину и социалку тоже в курсе тогда где. Слушайте, а может просто потеряли их наши чиновники? Точно. Ну и кроме шуток теперь, господа, вам самим не надоело такое вставание с колен? Мы всю жизнь живем в эпоху каких-то кризисов, когда денег нет, но вы держитесь. Вот из своей жизни пример приведу. С самого детства начну. Сперва была Горбачевская перестройка и километровые очереди за всем на свете держались. Затем Союз развалился, опять держались. Затем грянул 98-й, потом 2008-й, потом 2014-й, опять мы держались, держались, до сих пор держимся. Жизнь, блин, проходит. А что я видел в этой жизни? Саш, потерпи еще 20 лет. А вы? Как вы живете? Кто-нибудь из вас задумывался? Когда в последний раз вы были в отпуске? Я не говорю сейчас про заграницу. Хотя бы по России часто путешествовали? Как много народу видели, например, Байкал и вулканы на Камчатке? В Кунгурских пещерах, в Карелии бывали? Я долго могу продолжать. Но знаю ответ. Что у среднестатистического россиянина есть-то? Утром на работу, вечером домой за копейки. Летом вместо отпуска сад-огород. В новогодние каникулы 10 дней у телевизора. Рубая салат оливье. Комедии советские наизусть. Продолжаем учить. Потому что, ну а куда человек поедет-то со своей нищенской зарплатой? А черную икру как давно вот лично ты ел? А шубу своей любимой на 8 марта ты можешь себе позволить купить? А ведь и мех, и икру мы сами производим, добываем. Металл плавим, нефть, газ качаем. И леса у нас больше всех на планете. А живем при этом как бомжи от зарплаты до зарплаты. И единственный вариант для молодой семьи сегодня, обзавестись собственным жильем, дождаться, когда кто-нибудь из родственников умрет. Почему я всю жизнь должен затягивать пояс потуже, а сына какого-нибудь Патрушева или дочки Пескова это не касается? Их деды сильнее воевали, что ли? Ладно, все это вообще история для отдельной программы. Но вы подумайте, это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Подписывайте, подписывайтесь темы в соцсети, кидайте поднимем, обсудим. А я за сим спешу откланяться. Пока. Пока. А тем временем в России депутат застрял в танке. В Нижнем Тагиле на выставке военной техники депутат Госдумы Игорь Зотов решил осмотреть один танк изнутри и залез в кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться на свободу, цитата, пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную машину, сообщает издание. Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба безопасности выставочных павильонов.